Военное обозрение политической мотивации американской компании Вчера, 4.52 политическая мотивация американской компании Стало известно, американская компания General Motors Уходит из России Она прихватывает с собой немецкий Opel Как передала ТАСС, ГМ сфокусируется на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac Легендарных американских моделей Chevrolet Таких как Corvette Camaro Tahoe Chevrolet Минимизирует свое присутствие в России А Opel Полностью покинет российский рынок к концу декабря 2015 года Кого напугал кризис в России? Новость быстро прокомментировали автомобильные и экономические эксперты Одни загоревали, что закроется производство компании в нашей северной столице В Санкт-Петербурге предполагается законсервировать завод и уволить персонал Сегодня там работают порядка 800 человек Другие остановились на экономических причинах Они очевидны В последнее время у GN возникли серьезные проблемы с реализацией автомобилей Затрещала дилерская сеть Центры продаж начали попросту закрываться Перечисленные причины не стали открытием года На дворе кризис Опустившийся до критических значений рубль резко задрал цены на импортные авто Опустошенные еще в декабре автосалоны После праздников так толком и не оживились По данным Ассоциации европейского бизнеса За два месяца текущего года продажи новых автомобилей в России По сравнению с аналогичным периодом 2014 года упали на треть Компаний, проваливших реализацию, хватит на добрый лист Самые плохие результаты у Citroen Падение продаж составило 78% У Peugeot Dash 81 и Opel Dash 82 У Honda 86% Как видим, американская компания GM В отстающие не попало, если не считать принадлежащие ей Opel Как раз немецкой фирме головной концерн и предписал Покинуть Россию окончательно, бесповоротно, но всегда В чем причина столь резкого движения? Ведь рано или поздно кризис пройдет, а рынок емкости в миллионы машин останется Начнем с Opel Для General Motors Немецкая компания своего рода чемоданом без ручки Американцы купили ее еще в 20-е годы прошлого столетия Тогда Opel Оказался на грани банкротства Воспользовавшись этим General Motors Приобрел сначала 80% акцию немецкого концерна А спустя некоторое время, оставшиеся 20 В 1930-е годы с приходом в Германии к власти нацистов GN Утратил контроль над Opel Вернуть его удалось только после Второй мировой войны Opel Снова стал американским Новые серьезные проблемы у немецкого концерна возникли уже в нынешнем веке В кризис 2008-2009 годов Тогда зашатался в угрозе банкротства не только Opel Но и головная американская фирма General Motors Принял решение продать свой европейский актив Покупателями выступил консорциум канадской компании Magna International И российского Сбербанка Все шло к сделке В последний момент она сорвалась В дело включилась геополитика История эта в России известна Хотя причина подавалась весьма однобоко Мол, немцы с американцами обеспокоились Что россияне вместе с брендом Apple Получат современные автомобильные технологии Такое впечатление Что остальные иномарки с локализацией Доходящие до 50% Делают в России при помощи молотка и зубила На самом деле К заокеанским партнерам пришло понимание Что заводы немецкого концерна Хорошо вписываются в диверсификацию Российской экономики Способствуют снижению ее зависимости От энергетического сектора Это их совсем не устраивало А главное Намеченная в кризис сделка Становилась покупкой за доллары Экономического объекта у страны Которая эти самые доллары печатает Apple Был, конечно, не в Америке Потому подключили правительство Германии Там готовились к очередным выборам В канун столь важного для власти мероприятия Действующим политикам совсем не улыбалась Перспектива получить тысячи безработных Закрывшегося концерна Ангела Меркель с плохо скрываемым неудовольствием Пошла на санацию Apple Были использованы поручительства Государственные гарантии Прямая финансовая поддержка Поправились дело и у головной фирмы в американском Детройте Санкции Это надолго Там с платежными средствами не мудрили В июне 2009 года General Motors Начало процедуру банкротства О чем в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Подала иск в Нью-Йоркский суд Дело свершилось быстро По условиям банкротства компания получила от правительства США 30 миллиардов долларов Взамена отдала 60% своих акций Еще доллар 9 миллиардов в обмен на 12% акций пришло от правительства Канады Суд отдал 17,5% акции объединенному профсоюзу работников автомобильной промышленности Оставшиеся 10,5% поделил между крупнейшими кредиторами концерна В результате этих действий уже через полтора месяца после подачи в суд иска о банкротстве вместо старой GM General Motors Corporation Была создана новая независимая компания General Motors Company Президент США Б Обама тогда заявил, что государство не планирует контролировать GM И избавиться от своего пакета акций, как только улучшится финансовое положение концерна Слова словами, но и сегодня блокирующий пакет акций GM По-прежнему записан за Министерством финансов США Во многом сохранили свои доли профсоюз и канадцы Вместе эта тройка контролирует почти 55% ценных бумаг концерна Потому решение General Motors Покинут российский рынок Вполне очевидный автор Правительства Соединенных Штатов Немцев же, пользуясь своей властью в компании Оно просто выбросило из России За собой GM Как отметила ТАСС Сохранила продажу автомобилей премиум-класса На которых так любят ездить персоны Избалованные американскими грантами Решение General Motors Уйти с российского рынка возникло на фоне новых веяний американских политиков Там все отчетливее стали звучать голоса тех, кто не согласен с нынешней риторикой Государственного департамента США Отметился даже известный русофоб Зальточка Бжезинский, попенявший на днях своим демократическим собратьям за излишнюю агрессивность в отношении России Как сообщили информационные агентства, этот многолетний идеолог внешней политики США Посоветовал президенту Бараку Абами не угрожать Российской Федерации при поиске пути решения конфликта на востоке Украины А выработать такую концепцию решения украинского кризиса, которая устроила бы и Запад, и Россию Похоже, темнокожий партнер Владимира Путина доброму совету коллеги по партии не внял, а наоборот, нашел еще один способ мелко отщепнуть Россию Ведь политическая мотивация автомобильного концерна очевидна Где это видано, чтобы американцы отказывались от готового бизнеса? Ради него США воюют по всему миру Акция G.N. заточена на продолжение санкций, которые пока никак не могут принести их инициаторам должный результат Не думаем, что российский рынок пострадает без машин детройтской компании Скорее, G.M. окончательно потеряет возможности для бизнеса в нашей стране Что же до санкций? Мы их переживем Новая генерация американских политиков так и не поняла, что Россия по обыкновению под прессингом только крепчает Объективные наблюдатели это усвоили давно